У меня для вас загадка. Какие два города самые важные в Беларуси? Ответ Кобрин и Вилейко. Первый, по версии пропаганды, мечтает захватить оппозиция, а второй умеет защищать белорусская терроборона. И сейчас я вам объясню, почему. Итак, оппозиция захватит Кобринский район, сказал Лукашенко во время так называемого Всебелорусского народного собрания 25 апреля. Оппозиция хочет, цитата, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Хотя, говорит, непонятно, зачем им Кобрин могли бы выбрать что-то и поближе к границе, продолжает он. Я бы показала вам это видео, но цитата не прошла даже белорусскую пропагандистскую цензуру и разошлась по интернету с подачи российских медиа. Видимо, даже наши пропагандисты понимают, что кто-то сморозил дичь. Интернет, в свою очередь, живо отозвался на этот спич. А как вы думаете, зачем НАТО понадобился Кобрин? Пишите в комментариях. В те же дни заканчивались учения терробороны в Беларуси, по пару дней в Гомельской и Гродненской областях и аж три недели в Вилейке. Я, честно говоря, не знаю, как на это реагировать, а вот соцсети знают, нужно искать всемогущую руку глобального Запада лучше всего Америки. Хотя и этот райцентр тоже не у границы, если вспомнить слова Лукашенко. Было бы понятно, если бы речь шла об одном и том же городе, но нет, не советую искать тут логику. Но если вопрос, почему очень мучает, то наша Нева пишет про молодого мужчину из Кобринского района, которому угрожает срок за якобы агентурную деятельность. Никто не объясняет, вся эта шумиха разгорелась из-за назначения именно этого парня виновным или по какой-то другой причине. Зато про Вилейку все довольно ясно. Агентов, то есть людей, которых можно назначить виноватыми, нашли уже давно. И нарекли их даже не просто агентами, а целыми террористами-подрывниками. Что делать с угрозой захвата, журналисты спросили у местной милиции, но она посоветовала обратиться со своими вопросиками куда-то в другое место. Зато в областном КГБ не растерялись и сказали, что от лишних тревог помогают перечитывать слова Лукашенко до появления в них высшего смысла. То есть, простите, ответили, что граждане утрируют и сделали из спича про Кобрин неправильные выводы. Но какие выводы правильные, не сказали, видимо, тоже не знают. В общем, как вы поняли, в Беларуси астрологи объявили неделю поиска урагов. Напряженность достигла пика. Сейчас я вам на примере КГБ расскажу, как важно при поиске этих урагов не выйти на самих себя. Итак, Запад делает агрессивные выпады, говорит представитель Совбеза. В частности, наблюдается усиление германа-литовского присутствия у границ. 8 апреля в Вильнюс передислацивно-оперативная группа вооруженных силов ОРГ. По этому поводу глава КГБ Тертель поймал дрон даже несколько, и они летели на Минск. Из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Предводитель острых мероприятий намерен наловить еще, скорее всего, в районе АЭС. На нее, по словам главы КГБ, готовят нападение киберпартизаны. Исполнители террористической организации киберпартизаны. Участники формирования разрабатывают реальные планы атак на атомную электростанцию и другие объекты. Какая ирония. Глава КГБ боится дронов, хотя на БелАЭС, как мы помним, можно уронить самолет. Впрочем, киберпартизаны ответили, что ничего ронять не собираются, а заодно слили базу обращений в КГБ за последние 10 лет. И какое совпадение, в ней есть письмо о проблемах на АЭС, которое нашел популяризатор химии, бывший сотрудник Академии наук Сергей Бесараб. В тексте написано, среди прочего, что на станции регулярно теряют как техническую документацию, так и детали, а теплоизоляцию в теплопунктах заменили на тряпки. Я подытожу, КГБ ищет внешних врагов, которые хотят повредить БелАЭС, с которой уже давно есть проблемы, про что КГБ знало, опять вышли на самих себя. И напоследок я для вас приготовила краткий список внешних и внутренних врагов на основе речи Лукашенко на ВНС 25 апреля. Враг номер один – это НАТО, которое хочет применить военную силу. Оно как вселенная бесконечно расширяется и концентрирует войска где-то на востоке Европы. Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг Российской Федерации поиск недружественных государств. Еще один враг, но не совсем наш – коллективный Запад, который хочет утопить Россию в крови и заставить полыхать все вокруг. На очереди вступление в альянс другие страны Европы. Цель известна. По замыслу на этой линии все должно полыхать. Лично у меня полыхает от того, что враги России почему-то равно враги Беларуси. Но ладно, Запад ведет воздушную и космическую разведку. Еще нам угрожает конфликт в Украине. Зацените ловкость рук. Развязать войну помогали мы, но угрожают нам они. Есть также длинный эпизод, где Лукашенко называет войну войной. Но снова обратите внимание на ловкость рук. Он делает парадоксальный вывод, что если Украина не сдастся, то потеряет независимость. По моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность и может прекратить свое существование. Ну и также угрожают внутренние враги-подпольщики, которых выявляют на территории Беларуси. Мы этих подпольщиков, так называемых, выявляем. И на территории Беларуси они еще попратившись, как я говорил, под принтус и метлу сидят. Раскроем немного суть угрозы. Нам угрожают учения в Польше и странах Балтии, а также немножко американцы, которые вербуют и обучают белорусских граждан. Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию. Говорит, одни бездельники в Польше. Работать некому. Я так и знала, что добра не ждет безделья. В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши. В следующих выпусках мы будем обращаться к списку внешних и внутренних врагов. А пока на этом все. Пишите в комментариях, до чего вас доводило безделье, что слышно в райцентрах по шпионам и часто ли вы отлавливаете дроны. Не забывайте делиться этим видео с вашими родителями и близкими, что еще смотрят БТС, ставьте лайки и пишите комментарии. А также присоединяйтесь к нам в других соцсетях, ссылки на которые вы найдете в описании. А это была Анна Лепешкевич и обзор пропаганды «Шахо Брэшиш». Субтитры подогнал «Симон»!